Гомелься род инших регионов Беларуси у лидерах по темпах жильевого будовництва. Заявляются новые микрорайоны, освоиваются пляцовки для кропковой забудовли. Наприклад, худка на улице Сожской пошли расти 18-поверховый дом. И как только такая информация стала вядомой громадскости, одразу же заявились о мерковании супротив будовництва. У ситуации разбирался наш корреспондент Марина Джалая. Коротко проблему можно описать так. Так, в 19-м стагоде на территории, где зараз заплановано будовництво шмат поверховки, мабыть, были еврейские могилки. Ключовое слово – мабыть. Докладных звезд так об тем, что пахава не знаходятся, как кажутся будовники, непосредственно под плямой забудовли, нема. Могилки были закрыты в 1885 году, и на картах початку 20-го стагодя они уже не значатся. На этой территории в разные часы находилась войсковая часть с казармами, конюшни, а початным будинком, разом с яким инвесторами набыл ковалок земли под забудовлю, была закрыта в минулом стагоде гериатричная больница. В феврале появились вот эти новости о том, что возможно там было кладбище. И поэтому мы сами выступили с инициативой и нашли представителей гомельской еврейской общины, который искал нас в это время, практически это был одновременно двусторонний процесс, и достаточно быстро мы пришли к соглашению о том, как выходить из этой ситуации. С пункта угледжения Торы это вопрос оказалось неоднозначным. Старшиня гомельской иудейской суполки Олег Жолудев выросил его коллегиально, разом с вопытными раввинами из Америки и Израиля, а так само гомельскими навуковцами и историками. Если мы знаем точно, что в каком-то месте есть кладбище, и оно не загорожено, то прежде всего надо определить его границы, огородить и не проводить там никаких вообще работ. Прежде всего. Но при всем при том, что нет возможности не проводить на этом участке работ, мне раввины сказали, что достаточно сделать все возможное для изучения этого земельного участка на предмет, есть ли там какие-то останки, и было ли это кладбищем, и провести экзумацию, то есть забрать наши еврейские кости и похоронить их в еврейском кладбище, по еврейскому перезахоронить, в еврейском кладбище по еврейскому закону. Место востребовано, это центральная часть города, практически парковая зона города, рядом река. Ну, появились такие мнения, что якобы здесь находилось еврейское кладбище, древнее еврейское кладбище 19 века. О том, насколько это верно, очень трудно судить сегодня, потому что по разным планам, по разным схемам, детальным планам города, 19 века, начало 20 века, кладбище находилось на месте нынешнего футбольного стадиона, 8-й школы детского футбольного стадиона. Что касается этой площадки, есть предположение, что здесь возможно было еврейское кладбище, но конкретных исторических данных о том, что оно было, именно на этом месте, на сегодняшний день нет. Дом в любом случае будет побудован, но только после того, как пройдут специальные доследования пластов глибы. И когда все-таки высветлится, что они утромливают элементы человеческих останков, после проведения экзумации их перепохивают на гомельских еврейских могилках. Марина Джала, Игорь Маришенко, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гумель».